Одна особенность пустыни еще заключается в том, что она не мертва. Здесь, хотя и очень скудно с растительностью, но она приспособилась. Как интересно еще заметить такую способность деревьев найти немножко земли среди скал. Если вы посмотрите своими корнями, каждое растение пытается закрепиться, где немножко есть хотя бы земли среди скал. Вот расщелина – это то место, где цепляются растения. Посмотрите, такая щель, и уже здесь растет дерево. Не знаю, сколько ему лет, но это такое интересное чувство, что мы должны цепляться за камень нашего спасения и держаться за него. Никакие ветры, никакие бури нас не остановят. Будем говорить так. За пустынное место можно сказать две вещи. Это место испытания, потому что нет воды. А другое – это место, где каждое растение, каждое животное, каждое насекомое приспособилось к образу жизни. И если здесь раньше было, может быть, изобилие воды, то сегодня ее нет. В нашей жизни так же происходит. Мы, как цветущий сад, иногда бываем, когда у нас все хорошо происходит. С здоровьем, работой, экономикой. И в данный момент, может, в вашей жизни проходит пустыня, и вам нужно будет приспособиться. Надо приспособиться к экономическому расходу тех ресурсов, которые Бог вам дал. Это вода. Это финансы, которые у вас есть. Это, может быть, время, которое у вас изобилием было. Раньше сейчас его нет. Приспособиться к пустынному месту. Может быть, на Украине у нас не все так хорошо, как бы хотелось бы, и мы надеемся на цветущий сад. Но сегодня надо приспособиться. Приспособиться к повышению цен, приспособиться к небольшим нашим расходам, может быть, нашим зарплатам. Но в самом деле это время сделается экономичным. И можно жить в пустыне и жизнь. Пустыня – это то, где многое испытывается, но также она красива. Красивое время весны. И пускай мы будем цветущим садом весной.